Привет, друзья! С вами Алена. Вы смотрите канал Алена ТВ. Мы приветствуем вас в Питере этим пасмурным утром. А, собственно, в общем-то, по-другому в Питере не бывает. Мы решили, что шнур правильно совершенно поёт. Чего в Питере заниматься? В Питере пить. И поэтому это утро мы решили начать, не совсем начать, послезавтра, когда время уже прошло, с баночки крепкого пивасика. Конкретно речь идёт об Амстердам-навигаторе. Вот увидели мы вчера в универсале это пиво. Универсал прямо рядом с нами находится. И это, собственно, такой небольшой привет моим знакомым Дёрте Монку и Максу Салыкину, которые совершенно недавно, вот только что, можно сказать, вернулись из Амстердама. Ну, мысленно мы с вами. В общем, раз мы не смогли посетить Амстердам, ничего не мешает делать так, чтобы Амстердам приехал к нам. Верно? Поэтому, в общем, будем сейчас пить крепкое пиво Амстердама. Написано, что с 1275 года. Вот здесь вот есть такая небольшая пометочка. Что это означает? Ну, не знаю, видимо, то, что пиво такое варит или что вообще. Я не знаю, у нас как-то осталось. Я думаю, что он гораздо раньше основан мне что-то подсказывает. Вот, да, мы не подготовились, мы просто не хотим. Так, это крепкое пиво, но это не просто пиво, это пиво, это пиво-напиток. Это, я думаю, скорее всего, это какой-то внутренний номер, иммунализация какая-нибудь. Пивоварня? Нет. Пивоварня Москва-Эфес. Москва, улица Подольских курсантов. Я живу недалеко от этой улицы в Москве. Нужно было уехать в Питер для того, чтобы купить пиво, которое произведено рядышком со всем. Это не пиво, это пивной напиток. Пивной напиток отличается от пива тем, что в его составе допускается, там, по-моему, не более 20% ингредиентов и компонентов, которые не совсем характерны для классического пива. Итак, состав. Вода питьевая, солото пивоваренный, лечменный, патока крахмальная. Какой звук? С ваной, а чего я? Я без понятия, Андрей. Я зачитываю состав. Если интересный звук, ты можешь пойти посмотреть. Так, итак, поскольку Андрей меня перебил, я зачитываю еще раз. Вода питьевая, солото пивоваренный, лечменный, патока крахмальная, хмели-хмели продукты. Дата розлива и так далее. Алкоголь. Найди свои руки в свободе. Андрей, он работает на стройке. Прекрасно. У нас вообще, да, у нас такой, в общем-то, отель, где всё может быть. Харли-Дэвидс. Я бы не сказала, что это Харли-Дэвидс, но это просто очень похоже на именно дизайн, пока об этом речь. Нет, я думаю, это просто слоган. Амстердам-навигатор. Называется пиво Амстердам-навигатор, поэтому найдёшь его только слабое. Держи стаканами. Держи. Чем мы вдруг спустили кровь, это мой навигатор. Твой навигатор. Алкоголь 7%, как я уже говорила, пиво крепкое. Стоит оно, по-моему, тоже в районе 80 рублей. Я сейчас точно не скажу, но это 81. Оно не может быть пенистым, оно будет у меня в руках и будет его кончать. Нет? Оно решило нас порадовать, пощадить. Крепкий пивасик пьёл с утра. Кто-то скажет, алкаши, а мы скажем, что нет. Эстетствующие декаденты. Сидим напротив открытого окна. Пьём крепкое пиво. Что ещё надо? Что за политическим дальше? Не надо? Хороший такой пшеничный. Да, очень прям такой красивый цвет чая. И замах прям пшеничный, пшеничный. Да-да-да-да. Круто-круто. Мы вчера просто пили нефильтрованное пиво, там тоже был очень ярко выраженный пшеничный такой аромат. Поэтому, вы видите, у нас там за спиной, значит, все постели разобраны, шоурум-бурум, потому что мы собираемся, нам уже, в общем-то, нужно уже практически уезжать из отеля. Но мы решили, что напоследок можно ещё будет как-то, на дорожку, что называется. Что такое? Ты смешная. Ну, я хочу сказать, на мой взгляд, не ощущается крепость 7 градусов, 7%. Да, вкусотичность. Вкус неплохой, да. Достаточно лёгкий, я повторюсь, да, я бы не оценила бы это пиво 7% алтоголя. Очень легко пьётся. Очень легко, реально очень легко пьётся. Я бы сказала, что пьётся, как обычный пив, 4,5%. Да? И даже, как-то, не знаю, такое ощущение, будто хмелья здесь прям вообще практически нет. Как тебе пивать? Ну, стандартный пиво хорш. В принципе, именно если по сне подачи, то это не так, как будет, если бы сравнить с отечественным пиво, не знаю, какая-то пиво хорш. Я соглашусь, но мне всё-таки не доставить вкуса. То есть, хотелось бы, чтобы он был более насыщенным, более ярким. А так, да, почему бы и нет, подойдёт. Я поставлю четвёрчек за этот пиво. Если по одной оценочке ставить. Ну, тогда мы допиваем и переходим у нас на очереди. Трэш-пиво охота ленинградского разлива. Допили мы Амстердам. Неплохой, весьма неплохой напиток. И Андрею понравился он больше, чем мне. Да, действительно, наверное, летом, в жару, будучи нормально охлаждённым, он будет заходить очень легко. И такого пива, точнее, пивного напитка, можно будет выпить достаточно много. Но мы переходим к ампоте крепкого. Никто не говорил, что будет легко. И никто не говорил, что это будет лёгкий обзор. Особенно с утра, но я надеюсь, в общем-то, что плотный завтрак нам поможет переварить всё это дело. Это производство именно Санкт-Петербурга, объединённый пивоварник Хайнекер. Почему я делаю на этом акцент? Потому что дома у меня в холодильнике лежит охота, произведённая в Республике Мордовия. И я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Тоже хочешь, да? Уже хочешь уже пробовать крепиться. Потерпи ещё немножечко. Может быть, я ошибаюсь, но мне всё-таки кажется, что какие-то незначительные, может быть, изменения, отличия будут между тем пивом, что возведено в Мордовии и между тем пивом, который произведён в Санкт-Петербурге. Мордовский пив я ещё не пила. Мы сейчас попробуем ленинградскую охоту. Итак, это 8,1% алкоголя. Стоит он, по-моему, что-то в районе до 65 рублей, конечно. Куплено в том же самом университете, в котором покупался и Амстердам. А вот сейчас вот это вот пиво нам поднесётся, я уже слышу. Нет, нет, сегодня всё очень хорошо. Здесь есть указание, что это номер один из крепких марок пива в России. И, ну, наверное, это имеет с собой какие-то основания. Сейчас мы попробуем. Сбавайте кляточку. Я не знаю, подожди. Они вот тут вот пишут, что здесь есть ссылочка. Наиболее предпочитаемая респондентами марка среди марок крепкого пива, включённая в список для исследования. Согласно данным из 4 квартала 2014 года. Следовательно мониторинг здоровья марки 4 квартала 2014 года. Награда продукта 2014. Ну да, там у них есть несколько медалек, да, что это «Золотой вкус», потом «Лордфуд» в Москву, правда, год 2014, еще «Москва» в ДНХ, агропромышленная выставка. То есть, в общем-то, мы пьём, вот здесь вот здесь медальки, посмотрите, кому интересно, мы пьём медалированное пиво. Давай разбиваться. Медалированное пиво. Требенькое, требенькое, требенькое пиво. Вот так, ну, это будет даст, и после нас я попалю в пиво. Пеночки поменьше. Дилембе, да, немножко, но тоже становится, что проблем большая, как пиво. Котево не будет. Я охоту двухметрового не помню вообще, и в баклажках пиво я не пью. Ну, полтора раза, потому что, в классике. Давай пить. Ну что, готово, это будет. Да это не будет пиздец, я тебя умоляю. После балтики девятки это не пиздец, ни сколько. Такое ощущение, будто ты питаешься только зефирками. Какаешь, бабочками. Давай. Мало пинки, мало газиков, и цвет такой, в общем, он менее, скажем так, насыщенный, мне кажется, чем у Амстердама. Но это, кстати, именно пиво. То есть это пиво светлое, охота крепкое, пастеризованное. Состав вода питьевая очищенная, сонок пивоваренный, ячменно светлый, ячмень пивоваренный, мальтозный сироп, сахар, хмельпродукты. Мне хочется, поправьте меня, что мальтозный сироп должен такой, сладинку чуть-чуть придавать. Есть сладинка? Сейчас расскажу. Слушайте, ну это прекрасно. Кто сказал, что это будет пиздец? Это не пиздец. По сравнению с Балтикой это совершенно не пиздец. Ты Балтику пробовал давно? Ну, а что так было? Это не пиздец абсолютно. Я объясню, в чем дело. Здесь нет спортиаги. Вот спортиаги вообще не чувствуется. Крепость есть, хмель я чувствую, но спортиаги нет. И это великолепно, господа. То есть можно без клада. Ну что, значит, не пьянеешь? 8,1% это тебе не пупрем-упрем. Чувствуется хмель, да. И чувствуется, вот есть вот этот вот сиропчик. Нет, не сиропчик. Вот салатинку я не чувствую. Хотя мне кажется, она должна быть очень такая. Может, у нас просто с тобой амстердамом уже забиты вкусовой рецептором. Просто приятное пиво, правда? Приятное, очень приятное. Охота крепкая. Если и мордовская охота такая же, это очень неплохо. Делается легко. Делается легко, да. Рыбер пьется легко, я говорю, и нет спортиаги. Это очень здорово. Я сказала бы просто, что это такое пиво повышенной крепости. Но на мой взгляд, вот если сравнивать даже с 3,87, в котором 6,2, ты его вчера пробовал. Ты его вчера пробовал, ты его раз так понимаю. Согласись, что 3,87 ощущается более крепким, чем вот это. Поэтому... Неплохо. Как оценим? Я поставлю четверочку, потому что... Ну, как бы, потому что все-таки для меня 3,87, он и все привычнее. Когда я делала обзор, сравнивала 3,87 с хамовниками Бокбир, в котором вообще, по-моему, 8,2 процента. Вот там крепкая. Там ты прям берешь, пьешь склоточек, и там прям вот так вот все держатся твои рецепторы вкусовые в кулачке. Здесь как-то оценишь? Отменять четверчка. Я все-таки на двух случаях, что кто-то есть, в одном друге, потом где-то. Ты оценивай сейчас, вот, по факту. Не надо думать, что будешь, если ты выпьешь бочку. Конечно, ты не просто не вынесешь эту жизнь в кота. Вот сейчас ты мне куда пустим баночку. Например, сейчас баночку на двоих у тебя там еще лежит. Что-то такое же баночка. Где-то оценки. Хорошо, если сравнивать с самцедром, как вам что-то это все будет. Ну, сейчас сравниваю. Да, я с ним. Пусть они как раз. Не ориентируйся на меня. Людям интересно узнать твое мнение. То, как я оцениваю, я понимаешь, мне всегда мало. Я люблю прям вот такое пиво, прям, брутальное. Здесь, мне кажется, вот оно недостаточно крепкое, что ли, как его преподносит. Не так страшно, у чёрт, друзья, как его молюет, конечно. Достаточно глобическое пиво, это да, то есть самая. Почему у тебя сразу крепкое пиво ассоциируется с гопотой? Скажи, пожалуйста, фирланцы бы тебе за это делали, ну, собу набили. Правда. Понимаю, почему-то побываюсь в Паркесе. Прекрасно, пей больше крепкого пива, и взять только побываешь. Раза я, алипатрико не качаю. Нет, мне это не нужно для того, чтобы в Ирландию поехать. Ну что, друзья, Амстердам и охота крепкая мы сегодня для вас обозревали. Ещё раз покажу баночки, как они выглядят. Поставили мы четвёрочки, каждый из марок. И, в общем-то, я считаю, что и та, и другая марки, они очень достойные, заслуживают внимания. И поэтому, если увидите их в магазинах, то с ним уберите. Мне кажется, вы не будете речевыми. Спасибо вам за то, что посмотрели наш обзор. Спасибо вам за то, что поставите лайк или дизлайк. Ну это уж как мы по-вашему заслужили. Поставьте какую-то отметочку, да, комментарий какой-нибудь напишите. И будет интересно вообще узнать ваше мнение. Если вы уже эти марки пробовали, пожалуйста, поделитесь. Это очень важно. Алена, Андрей, подписывайтесь на канал, если ещё до сих пор этого не сделали. Пока-пока. Всем привет из Питера.